Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами познакомимся с проектом Drift Moon. Это довольно-таки интересная и своеобразная RPG. Вот я нажимаю New Game. Сейчас мы, конечно, с вами сможем ознакомиться исключительно с её началом. На обычной сложности сыграем, никаких настроек менять не будем. И тут получаем письмо. Здесь довольно-таки много текстов. Я, конечно, постараюсь переводить, но меня не всегда будет хватать. Вы уж не обессудьте. Сайбериан Лем, сын мой, ты всё ещё помнишь дедушку Мартона? А, нет, странный камень дедушки Мартона. С этой штукой дела пошли как-то не так. Пожалуйста, возвращайся домой так быстро, как только сможешь. Я расскажу тебе больше, как только ты прибудешь в деревню... Точнее, не в деревню, а в Нортроп Инн. В таверну Нортроп. Я не могу рисковать и писать в этом письме больше. Оставайся в безопасности. Твой отец Винстон. Так, и с нами разговаривает некий Ринз, который является шляпником. И нам объясняют сначала здесь. То, что написано жёлтым, это, так сказать, объяснение ситуации, либо же эмоций, состояния. А белым это уже текст, который говорит некий человек нам, например. И вот нам пишут здесь, что после долгого путешествия ты, наконец-то, прибыл к Нортропу. Ринз Шляпник... Ринз Шляпник... Ринз Шляпник... Ринз Шляпник... Я могу просто его поприветствовать. Приятно видеть тебя, Ринз. Как у тебя дела? А не, точнее, как идут дела в Нортропе? Узнаем у него, как идут дела. Он говорит, что, как всегда, неплохо. Ну, вообще-то, не так уж и хорошо. Он почесал затылок. Ну, вот что я обо всём этом думаю. Как-то здесь всё в последнее время странно. Плото. Плото. Некий Плото. Unfortunate accident. С Плото случился несчастный случай, но, к счастью, твоя мать была неподалёку, чтобы, ну, в общем, смогла его вылечить. Сэрия пропала. Её родители очень за неё волнуются. И были ещё прецеденты, но, наверное, лучше нам с тобой поговорить об этом позже, потому что сейчас придёт твоя мать. Ну, скоро придёт. Ага, я ему говорю про отца, он говорит, твой отец, да? Не знаю, что он там замыслил. Он всё время зависает в своей новой алхимической лаборатории, просто-таки неделями. Знаешь, я думаю, что я видел твоего брата Роберта здесь несколько дней назад. Судя по всему, он посещал твоих родителей. Ну, на прибывку приезжал. Прошу прощения. Так, слушай. Теперь, когда ты здесь. Я кое-чего ожидал. Ринз. Ага, Ринз. В общем, заметил, что ваша мать приближается. Так, судя по всему, она спешит. Мы поговорим с тобой позже. Встретимся вечером в таверне. Закончит разговор. Пока мы не можем передвигаться. Вот прибегает мать. Она кричит, они идут. Тебе нужно прятаться прямо сейчас. Пожалуйста, доверяй мне. Нет времени объяснять. Продолжить. Неожиданно ваш маман бежит прямо на вас. И толкает вас в колодец. Толкнул нас в колодец. Оп, падение. Ну, вы находитесь в шоковом состоянии. У вас хватает времени только для того, чтобы паниковать о том, каков уровень воды в колодце. Ну, то есть, единственное, что вы успели, это задуматься о том, не утонете ли вы. И сразу после этого вы почувствовали удар об камне. И услышали его звук. После того, как прошло некоторое время, и совершенно ничего в колодце не происходило. Так, но небольшое серебряное перо упало вниз. Видимо, сверху. Ну, в общем, оно спланировало вниз. Так. Сейчас, секундочку. А, ну, в общем, оно медленно спускалось, спускалось, спускалось. И, наконец, достигло дна колодца. Ну, и тут, в общем, запахи неприятные. События прошлого дня всплыли в вашей памяти, и у вас возникли вопросы. Почему ваш отец решил с вами встретиться, и почему ваша мать так неожиданно вас спихнула прямо в колодец? И что вообще делать дальше? Тут нам подсказывают, что кликните... Ну, я сначала кликну на пёрышко. И пёрышко это некий магический предмет, который увеличивает на единичку нашу ману. Теперь нужно кликнуть на факел и, собственно говоря, экипировать его. Вот мы им экипировались. Теперь я тут уже поиграл, немножко знаю самое начало, поэтому не буду совсем уж нубствовать. Хотя, конечно, игру ещё знаю не очень хорошо. Вот я сейчас паучью сеть уничтожу. И подберу солдатский кинжал, который тоже не примену экипировать. Потому что здесь нас ожидает первый враг. Слизень. Вот, подберём здесь всякие штуки. О, ещё серебряное пёрышко. Отлично. Да, здоровье оно не увеличивает, но зато увеличивает максимум маны. Здесь можно ещё нажимать Ctrl, и он тогда будет показывать предметы, с которыми можно повзаимодействовать. Но, как ни странно, не те, которые можно подобрать. Вот, нам подсказывают, что используйте лестницу для того, чтобы подняться. Я её использую. Навожу здесь небольшой шмон. Нам объясняют, что когда мы подбираем еду, она прямиком направляется в наш, скажем так, счётчик еды. И отображается вот наш счётчик еды. Он также показывает и то, каков уровень нашей регенерации на текущий момент. И вот тут мы вдруг обнаруживаем, что произошло с Ринсом. Но Ринс превратился в камень. И не он один. Что случилось? Он был превращён в камень. Как это вообще возможно? Если это статуя, то она как-то неправдоподобно похожа. Так, приказ мэра номер 234. В общем, кто-то там зашёл слишком далеко. Лазит среди домов и пугает детей. Я не могу позволить, чтобы это продолжалось. Я знаю, что он рассказывает чудесные истории о знаменитых пиратских сокровищах. И выпивает неплохо. Но мне необходимо предпринять действие. Я приказываю Кормаку закрыть его. Я знаю, что ты запретил Кормаку приближаться к таверне. Но в следующий раз, как он придёт, ты должен его впустить. Твой мэр-бисквит. Бисквит. Интересный. Собираем факелы. Можно свечки так вот гасить, зажигать. Немножко, как ни странно, чисто стилистически, по манере выполнения, самого вот этого вот вида немного сверху. Я забыл, честно говоря, как конкретно называется этот вид. Но это не изометрия. Это не чисто изометрия. Поэтому я не забыл слово изометрия, поверьте мне. В общем, подобного рода перспектива была, по-моему, в седьмой ультиме. И вот мы освобождаем некоего Ворда. О, ты меня напугал. Ты, в общем, удивился, увидев Ворда. А он является учеником твоего отца. Спасибо создателю, ты здесь. Это какой-то кошмар. Ты должен что-нибудь сделать. Ворд, постой. Эти статуи выглядят как люди. Пожалуйста, расскажи мне, что это всего лишь какие-то жуткие статуи, которые твой отец заказал у экстремально заскиллованного скульптора. Так. Ого, нифига себе. В общем, пацанёнок трясётся в ужасе. Это ужасно. Зелёнские ящерицы-воины атаковали Нортроп. Хокпов подошёл к окну и сказал мне, что все вокруг каким-то образом превратились в камень. И после этого была яркая вспышка, и он тоже превратился в камень. И твой отец. Ящерицы забрали его. Я ничего не мог сделать. Ты веришь мне? Почему они украли моего отца? Знаешь ли ты, куда они его увели? Я не знаю, куда они его увели. Так же, как и остальных из нас. Твой отец... Судя по всему... Энкшис, я не знаю, что такое. Судя по всему, он на что-то напал, но он ничего мне не рассказывал. Как обычно, он мне не говорил... Он не говорил ничего даже собственному ученику по поводу того, что происходит. Он был в своей лаборатории днями и ночами, и даже не говорил... И даже не разрешал мне взять выходных. Ты этому веришь? Пожалуйста. Мы должны найти какой-нибудь способ, чтобы помочь жителям деревни. Так... А, они, судя по всему, и моего отца тоже превратили в камень. Ты помнишь что-нибудь об этой атаке? Я сказал тебе всё, что вспомнил. Я видел яркие вспышки, хокфул пришёл ко мне, Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Он сказал, беги, спасайся. Так. Он, в общем, рассказывает о том, как всё это было ужасно. Кто тебя здесь закрыл? Его закрыл здесь отец, потому что он пытался вылезти на свидание с девочкой. Но теперь наверняка она тоже превратилась в камень. Так. Мне нужно было встретить моего отца, но теперь он захвачен. Что ты думаешь, нам следует делать дальше? Ох, хотелось бы мне знать. Его глаза неожиданно прояснились, и я только что кое-что вспомнил. Твой отец сказал мне, что в его доме есть для тебя письмо. Я пойду с тобой. Несколько секунд подумал. Я не знаю, что случилось, но это может быть опасно. Нам нужно собирать всё, что может быть полезно. Я не думаю, что кто-то будет против того, что мы немножко тут обшмонаемся. Ну что ж, начнём шмон. Замороженная рыба. Проверить рыбу. Мы нашли большую красную рыбу. Проверить рыбу. Чё мы нашли? Нашли опыт. Отлично. Так, и еды немного. Ещё заедим немного еды. Что у меня здесь валяется? Ух ты. Драгоценный камешек. Это хорошо. Давайте немного осмотримся. Быть может нам удастся здесь что-нибудь найти. Я ошибко здесь не оббегал всё так. Игрушечный кораблик. Главное развлечение туристов в Нортмуэ. Дрифтмун. Самый короткий мост в Дрифтмуне. Это их достопримечательность Нортропа. Самый короткий мост в царстве и государстве. О, Сплинтед Трис. Можно что-нибудь сделать с ним? Я уже, судя по всему, подобрал, да? Тут есть просто такая вещь, как крафтинг. И, насколько я знаю, он здесь производится при помощи рецептов. То есть мы будем находить рецепты, они у нас будут складироваться, а мы просто будем нажимать на конкретный рецепт, вследствие чего будет автоматически изготавливаться предмет, ежели у нас в достаточном количестве есть матушка. Если у нас в достаточном количестве есть ингредиенты для этого рецепта. О, серебряная перышко еще одна. Фонтан. Молочный фонтан. Гордость Нортропа. Так, стоп, я там что-то видел. Ага, щит. Все, взяли щит. Мне вот рассказывает, что я начинаю свое путешествие с одним скиллом, и этот скилл активируется нажатием единички. Ну, нажатием соответствующей цифры. Давай, уничтожай паутину. Все, уничтожили паутину и осматриваемся дальше. Что-то здесь у нас нашлось. Тут тоже все обшмонать. Оп, кормок. Кормок, видимо, местный какой-то полицай. Мы встретились с каким-то крабом. Внутри, собственно, аквариума располагается огромный краб. Он выглядит старым. И на нем повязка, и у него крюк вместо одного из... Не когти, как же они? Клешней. Шивер Митимбурс. Это, видимо, какая-то присказка у него. В общем, он говорит, что его поймали. Кто ты такой? Они называют меня Блоч. Так. И почему ты не путешествуешь по морям? Так, он нам рассказывает про какое-то сокровище зарытое. Роберт, смотрите. Где сокровище? Сейчас, сейчас, сейчас узнаем про какую-то первую подсказку. Я ничего тебе больше не скажу. Ну, ладно. Я тебя освобожу. Так уж и быть. Большая красная рыба. А, я уже нашел. Мне рассказывают, что есть камень в большой красной рыбе. Но я сейчас просто раз и с помощью этого камня разрежу. А, и он мне говорит, типа, давай-ка я тебе чем-нибудь отблагодарю. Оружие или деньги? Я возьму оружие. Закончить конверсейшн. И что он мне дал? Что-то у меня такое чувство, что он мне ничего не дал. Правда, мне лень было читать все это прям в подробностях. Поэтому, может быть, на самом деле, чего-нибудь-то он мне дал. Ну, ладно. Не будем на этой теме запариваться. Пойдем дальше. Так, там он что-то лопочет. Не буду здесь осматриваться. Пойду просто вперед. Так. Ой. Что-то у меня немножко звук выпал. Так. Ты видишь Абана, хранителя ворот. Он сидит и не двигается. За ним ты видишь рычаг. Вот он, в общем, рычаг. Который должен открыть ворота. Но... Проблемка-то в том, что он превратился в камень. Попробую открыть ворота. Достичь. Нет, не получается. Краб. Я-то знаю, на самом деле. Просто нужно попросить крабика открыть за нас ворота. И крабик сейчас это сделает. Говорит, что не дотягивается до рычага. Но зато он дотянулся до провода. Так, он объясняет мне, как пользоваться мини-картой. Вот она у меня как раз и появилась. Всё. И мы переходим на следующую локацию. И можно менять угол наклона камеры. Немного. В небольшом таком диапазоне. Ах он. А крутить картой, по-моему, нельзя. Нет, крутить картой, очевидно, нельзя. Ну, давайте немножко тут осмотримся. О, ещё одно серебряное пёрышко. Зайдём в это здание. О, волк. Мама волк. Так. Она обнажила свои зубы. Скалится она у вас. Отойди, человек. Теперь ты заметил небольшого волчонка. Ммм, её волчонок превратился в статую. Успокойся. Что ты здесь делаешь в Нортропе? Я думал, что волки живут только... Где-то там, в общем, в другом месте. А, мы моего двоюродного брата, тут, значит, визитировали. Но это вообще не то и дело. Уходи отсюда. Так. А, то есть некий Плута держит, собственно, животных. И эта волчица с своим волчонком приходила к ним, типа, в гости. Мы с ней продолжаем small talk, такой небольшой разговорчик. И она нам объясняет, что... Они все так же превратились в камень. Почему ты так зла? Нельзя доверять тем, кто ходит на двух лапах. Так. Они, может быть, и превратили её в статую, но она всё ещё мой ребёнок. И никто не посмеет навредить ей. Но я этого и не собирался делать. Почему я должна тебе доверять, отвечает она. Ты ходишь на двух ногах, так же, как они. Если бы я хотел превратить тебя в камень, я бы уже это сделал. Тебе так не кажется? Возможно, ты и прав. Так, если тебе удастся. Я как раз ищу способ, как и всех остальных, тоже снять с них проклятие. Так, ну как ты сможешь нам помочь? Ты могущественный волшебник? Она смотрит на нас очень вопрошительно, вопрошающе. Пока ещё нет, но я быстро учусь. Ого! Так, расскажи мне всё, что ты знаешь об атаке, всё, что произошло. Так, ладно, ты она просто рассказывает нам об этой атаке. Я не буду здесь особо вдаваться. Видела ли ты атакующих? Выглядели злыми. Зелёные люди. Ну, ящера-люди. Так, отца и мать она видела. Ракан, лизарды. Что-нибудь ещё? О, можно предложить ей присоединиться. Нет, она отказывается, потому что говорит, что должна присматривать за статуей своей, ну, за ребёночком. Тогда почему бы тебе не приглядеть и за всеми остальными, пока они в образе статуй? Так, она соглашается. Не беспокойся, я попытаюсь во всём этом деле разобраться. Говорим мы ей. И уходим. Свечку. Книжица. О, большая книга монстров. О, вы знаете, это я читать не буду. Вы уж простите, но это я читать не буду. Так, подбираем ещё еду. Или что это у нас тут? Мэрский дневник. Если вы найдёте эту книгу, пожалуйста, 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 верните Мэру Бисквиту в ратушу. Я отблагодарю вас двумя кусками золота, если вы это сделаете. И, пожалуйста, не читайте дальше. Пароль, мистер скраб. Да. Мэр-то, знаете ли, не отличается прозорливостью. Открываем дверцу. Сейчас обшмонаем. Приказы мэра. Это тот же самый приказ. А вот и новый приказ. Плото. Я слышал о том несчастье, которое я с тобой... Или слышал о том несчастье, которое с тобой случилось. Здесь совершенно ясно, что... Gardening Tool of Doom... Или как эта там штука называется, весьма опасно. Я приказываю тебе закрыть в своем амбаре до последующих распоряжений. Я приду, чтобы забрать ключ завтра. Твоя или твой мэр-бисквит. Да, твоя. Что он говорит, что очень жаль, что с мэром это произошло. Она всегда была очень добра со мной. Дверь. И Гаргулья спрашивает нас, каков пароль? Ну, мы-то знаем, каков пароль. Мистер Скраб. Проходите, говорит Гаргулья. И мы наводим здесь шмон. Что мы там нашмонали? Мы нашмонали тут броню. О, у меня получается и щит, и факел, и кинжал экипированы одновременно. Забавно. Так, идем дальше. О, новый уровень. Как я мог пропустить? Сила. Это физическая мощь. Имеет влияние на наше повреждение, схватки в ближнем бою. Ловкость. Это скорость атаки. Точнее, декстелити. Агилити это скорость передвижения, конституция, это, понятное дело, здоровье и интеллект. А, повышает количество опыта и максимальную ману. Давайте сейчас я вкинусь в интеллекцию. Во что здесь вкинуться? Poison resistant. Это я брать не буду. Но это я брать не буду. Рыбки. Какое-то нахождение золотых рыбок. Но я тоже не уверен, что мне это нужно. Можно было бы взять лук, наверное. Или давайте я возьму вот удар щитом. Да, и у меня появляется сразу новая обилка. Я теперь могу наносить какие-то модные удары щитом. Ух-та, это что, мировая карта? А, нет, это просто переход на... Это карта, увеличенная карта локации. То есть мы смотрим не на мини-мэп, а. Уже на такую более серьезную карту локации. Пойдем по тропинке. Хотя нет, пойдем не по тропинке. Что это за фонтан такой? А, это клубничный. Это фонтан клубничного сока. Я-то подумал, у них тут кровища хлещет. Так. Так, ну, еще он так же говорит, что нам с Робертом всегда больше нравился молочный фонтан. Монетоньки. Так. Когда видишь в игре дорожку из монеток, то тут, знаете ли, к гадалке не ходи, это... ни к чему хорошему не приведет. Поэтому я пойду сейчас прямиком сюда. Ага. Давайте, ударим щитом. Отлично. Щитом мы эту штуку ошеломили. Обычными ударами добиваем. Собираем ингредиентики. Различные стратегии. А, то есть, стрелами, например, слизни не возьмешь. То есть здесь, насколько я понимаю, нет стопроцентной стратегии победы. Ну, или, по крайней мере, не должно быть. Залазим в пещеру. Так, почему это у меня не экипирован факел? Все, вот экипировались. А еще и факел здесь. Кто-то очень аккуратненько для меня положил. Так. Подобрали. Идем дальше. Интересно, с кем мы здесь встретимся. А вот с кем мы здесь встретились. Вали его! То есть эти слизни, они еще распадаются на слизни поменьше. Экипоганцы. Бочка. Осмотрелись. Ягодный сок. В ящиках денежка. Стрелы. Стрелы. Отлично. Сэнкипёрл какой-то. Курточка одета. Что-то мне почему-то показалось, что у меня не одета курточка. Давайте немножко осмотримся в этой пещере. И, наверное, на этом уже... Ух ты. Наше знакомство с игрой и завершится первоначально. Что-то такое тут началось-то. Какие-то лабиринты. Машрумс, машрумс. Так. Еда. Еда в немалых количествах. Скелет. Причем поддельный, как ни странно. Проходим дальше. Что-то здесь только что сверкало. Вроде все довольно-таки спокойно. Что у нас здесь? Денежка, антитод и какой-то ингредиент. Ну, пока их не могу использовать, потому что у меня нет никаких рецептов. Но потом я уже говорил, что рецепт мы найдем и сможем довольно-таки легко крафтить какие-то предметы. Не знаю, правда, насколько здесь... Вау. Буги-мен. Ты слышишь странный звук. Как будто маленькие бубенцы звенят. После того, как ты оборачиваешься... Ты видишь, как монстр приближается к тебе из тьмы. Так, набор... Ну, точнее, следы. Следы отражают то, как он прошелся. Ты вспоминаешь страх из детства. Он стоит перед тобой. Добрый день, сэр. Знаете ли вы что-нибудь о том, что произошло в деревне? Мне кажется, это самое то, что нужно у него спросить. Помнишь меня? Ты помнишь? Ты меня не помнишь? Я прятался под твоей кроватью. Это именно я, о том, о ком твоя маман предупреждала тебя. После... Так, если ты не ел свой ужин. Тебе нужно было слышать маму. Она знала, о чем говорит. Так, что нам еще можно ему ответить? Так, я отвечаю ему, что я вспоминаю, что мама о тебе рассказывала, что ты был когда-то шутом у короля, но после этого стал бугименом. Легенда о бугимене. Какая-то ачивка. Заставьте бугимена рассказать о себе. Ты дурак, я голоден. Не собираюсь весь день тратить на то, чтобы разговаривать с обедом. Так. А можно его атаковать, но мне кажется, он меня наваляет. Пожалуйста, не ешь меня. Я должен встретиться со своим братом. Который выше и больше меня. Я могу заманить его из суда. Можно обмануть бугимена. И он тебе гораздо больше понравится. Давайте попробуем его обмануть. Брат, ты говоришь? Да, я помню твоего брата Роберта. Но ты, по-моему, меня обманываешь. Мне кажется, он был ниже тебя. Мне кажется, ты просто пытаешься меня обмануть. Попробуем второй вариант. Аааа, карма потеряна. Ах, черт будь, ты проклят, бугимен. Давайте подеремся с ним. Наваляем бугимена. Так, или бугимен сейчас нам наваляет. Еще раз его вырубить. Давай, вали бугимена. Мана кончилась почти. Ну а что, кстати, на самом деле не так все плохо. Сейчас мы еще посмотрим, что у нас есть среди ингредиентов. Вот у меня есть зелье здоровья. Здоровье плюс 30. Но у меня пока столько не потрачено, поэтому... Можно немножко еще подраться с ним. Прежде чем использовать зелье здоровья. Ого. Главное, чтобы он меня не кританул так. Все, вот сейчас можно использовать зелье здоровья. Все, давай, парнишка. Убьем бугимена. Он пугал нас в детстве. Он жил под нашей кроватью. И мы ему отомстили. Так, давай последний ударчик. Оп. Отлично. Слушайте, а это был тот скелет. Легкие ботинки. Это был именно тот скелет, судя по всему. Нет? Нет, не тот. Он шел за нами вот отсюда. Может быть здесь что-нибудь открылось? Нет, он просто появился из темноты. Очевидно. Что за ботиночки я нашел-то? Артефактные? Ну что ж, не будем с этим сейчас разбираться. Друзья мои, думаю, что я в достаточной степени вас ознакомил с основами игрового процесса игры Driftmoon. Всем любителям RPG настоятельно рекомендую, потому что игра довольно-таки своеобразная, но при этом интересная. Правда, есть некоторый важный момент. В ней все-таки довольно много английского языка, поэтому без его знания, конечно, здесь будет не так просто. Но я, честно говоря, не знаю. Быть может, есть уже какой-нибудь фанатский перевод. Можете поискать. Если найдете, то сполна насладитесь данным проектом. Спасибо вам, что были со мной во время ознакомления. И до свидания, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...